Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале Экзегет продолжаем чтение книги Иисуса Новина. На очереди у нас 20-я небольшая глава. В этой главе одна единственная тема – это определение шести городов-убежищ. Три из этих городов-убежищ должны находиться в Заярдане и три, собственно говоря, в Палестине, в святой земле Израиля. И сказал Господь Иисусу, говоря, «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея». Сказано это было в книге «Чисел» 35 главе и в книге «Второзаконие» 19 главе. И вот, наконец, пришло время исполнить то, что заповедано было Богом через Моисея. Продолжается прямая речь Господа. «Чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла, пусть города сии будут у вас убежищем от мстителя за кровь». Речь не идет здесь о преднамеренном убийстве. Таких преднамеренных убийц ждал суровый закон возмездия, закон Моисеев. А что же делать с теми, кто убил нечаянно? Ну, например, на стройке нечаянно прораб уронил кирпич на рабочего или рабочий на бригадира, и тот скончался. Или по неосторожности, или по какой-то другой непреднамеренности человек умер. И злые родственники, мстители за кровь, гуэли, они ополчаются против невинного убийцы и стремятся его убить. Естественное чувство ими движет, чувство родства по отношению к убитому родственнику и желание отомстить убийце. Вот для таких предназначались города-убежища. Отцы города, старейшины этих городов, должны были принять человека, который бежит от мстителей за кровь, и укрыть его у себя за городскими стенами. И вот своего рода такой тюрьмой становился до времени этот город-убежище для невольного убийцы. Итак, три города будут определены, дальше мы об этом прочтем. Три города в Святой Земле Израиля и три города в Заярдане, там, где проживают два с половиной колена, колена Рауэна, Гада и половина колена Менаше. Читаем дальше. И кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое. И они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, Гоэль, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет предобщество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. Здесь загадочное место в этом шестом стихе двадцатой главы. Говорится о том, что невольный убийца должен оставаться до смерти первосвященника. Испанский библеист Хосе Луис Сикре полагает, что в связи со смертью первосвященника невинным убийцам полагалась общеизраильская амнистия. Это мнение испанского библеиста, очень авторитетного. Согласно Гринбергу, другому библеисту, смерть первосвященника служила искуплением вины за пролитую непреднамеренно кровь. Как бы должна была таким образом утихомирить, что ли, мстителей за кровь. Оригинальную идею предлагает Деликат. Он говорит, что первосвященник как бы усыновлял невольного убийцу, брал его под свою личную защиту. По смерти же покровителя, этого первосвященника, убийца оказывался без покровительства, и ему ничего не оставалось делать, как возвратиться в свой город. Все эти три решения, проблемы смерти первосвященника, обуславливающие освобождение из города убежища невольного убийцы, они не решают этой главной проблемы. Почему же, собственно, смерть первосвященника служит временной границей пребывания его в этом граде убежища? Разве смерть первосвященника может как-то угасить их порыв, мстительность их утихомирить? Эти теории не объясняют главного. Почему невольный убийца не мог вернуться раньше смерти первосвященника, даже если утихал гнев мстителя за кровь? Даже если таковой мститель за кровь умирал раньше первосвященника. Ну, действительно, Гоэль, человек, который обязан отомстить за кровь своего родственника, он, допустим, умирает раньше первосвященника. Так почему же невольный убийца должен ждать смерти первосвященника, чтобы возвратиться в свой город? Почему он должен оставаться в городе убежище, словно в некоем заключении? Библейский текст оставляет нам возможность строить самые различные предположения, но сам библейский текст ответа на это не дает. И вот мы читаем в 7 стихе 20 главы. Окончилась прямая речь Бога, и священный писатель переходит к описанию того, что было сделано как исполнение этого божественного указания. И отделили Кедес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой, и Кириафарбы, иначе Хеврон на горе Иудиной. Это на западном берегу реки Иордан, то есть в Ханаане, в Святой Земле Израиля. Здесь упомянут и среди этих трех городов Сихем, Шхем, очень важный центр политической и религиозной деятельности раннего периода истории Израиля. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер в пустыне на равнине от колена Рувимова, и Ромов в Галааде от колена Гадова, и Голан в Васане от колена Моносии. Сии города, заканчивает священный писатель повествование о них, сии города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет предобщество. Для чего он должен предстать предобщество? Он должен предстать предобщество для суда. Вот эти старейшины, отцы города, должны были рассудить его дело. Действительно ли по ошибке? Действительно ли непреднамеренно человек убил своего товарища, может быть? Он против него не враждовал. Он не был ему врагом, как сказано в книге «Чисел» или в книге «Второзаконие», где говорится о городах убежища. Не был ему врагом ни вчера, ни третьего дня. Но всякое бывает в жизни. Бывает убийство по неосторожности. Бывает даже убийство близкого родственника по неосторожности. Такие случаи происходят и сегодня. И Священное Писание дает нам право таких невинных убийц защитить от мстителей. И обычное и современное законодательство во многих странах предоставляет защиту таким невинным, невольным убийцам. Дорогие друзья, это небольшая 20-я глава, в которой говорится о предоставлении городов убежища для невольных убийц, дабы они там укрылись от мстителей за кровь. Она имеет не только историческое значение, но и важное значение для нас, сегодняшних читателей Священного Писания. Она говорит о том, что и мы должны проявлять милость не только к падшим, как сказал русский поэт, но и к невольным, неумышленным убийцам и неумышленным преступникам, те, которые совершили преступление не по умыслу, а по неосторожности или по ошибке. В следующий раз мы с вами будем читать 21 главу книги Иисуса Новина. Запись делается для библейского портала «Экзегет». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...